здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодня я снимаю с мизмая вам репортажик поехали мы с друзьями с подружкой у нее у дочки день рождения было нас краснодара приехал они со своими друзьями вот решили мы не на паровозике а с другой стороны гуамского ущелья сходить на экскурсию два часа ехали спустились в таком водопаде буду что увижу поснимаю немножко вам запах какой-то аромат природа вода холодная конечно она это горная же вода какая природа посмотрите красота сегодня очень жаркий день но здесь не так жарко мухи равно если геогенки наверно под 40 естественно 30 поехали по их пошли дальше машины мы оставили вниз мая и пешочком пошли пошли мы дальше из такая узкоколейка по которой паровозик едет здесь мост мост через эту речку красота такие деревья большие скалы там где-то орлиная полка рядышком на который мы не попали тогда из-за погоды я здесь немножко неправильно сказала по этой скуколейке это заброшено это не тот паровозик который едет гуамского ущелья это с другой стороны заброшено еще немцы немцы достроили еще и здесь вот такая получилась тропа для туристов прохладненько так красота здесь вот такая идем уже больше километра полтора наверно прошли здесь такая как остановка люди можно посидеть отдохнуть еще даже схема есть карта схема объектов из экскурсионных вот сколько ножках много ладно идем дальше все идем по 100 колейки здесь такой вот обрывчик вот такая красота воздух каждый раз говорю и не надышусь никак молодежь наша наша от нас отстала мы с мариной вперед лельсы закончились уже вот уже здесь такая вот стрелочка так монахова пещера урочище монахова ну пойдем дальше духа здесь такая вывеска осторожно дикие животные да дикие животные написано осторожно а как мы идем а это закончилась же закончилась тропа вот мы идем по ней не тропа ускакали и мы уже вперед вышли вас куда-то мы пришли скалы уже начинаются уже ущелье начинается так это светлой памяти ой кому-то какая-то дедова мария архип 1 7 а это просто кто-то погиб здесь так что надо аккуратней даже сделали ленты такие чтобы люди не совались видите какой какой обрыв прям крутой крутой обрыв аккуратнее не подходите вот какая начинается уже скала да начинается красота красотинская сухолейка опять этой заброшенная идет краски сочные до зеленые суды как марин папоротники разу а мы их поливаем он здесь влага да он прям в горе просто вот ну да здесь очень много влаги и земля влажная хотя и дождей уже давно нет нету виды открываются красивые дерево растет в скале и влаги ему хватает в коктинская и в коктинская и в коктинская и Продолжение следует... 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 Погода разыгралась, солнышко. Ну, хорошо, что дождя как не было. Мы шли, часа полтора, нашли по тропинке с Мариной. Молодёжь там ещё задержалась. Вот уже на выходе здесь, посмотрите, как территорию огородили. Ну, по-моему, ухаживают. Мы так подходили перед этим, смотрели, видно, орешники все подстрижены. Вот ветки лишние убраны. И вот даже вот здесь вот так, аккуратненько. Вот смотрите, какая прям стена. Люблю, когда из камней что-нибудь сделано. Прям такая красота. Это вот камни просто друг на друга, вот они, они наложены друг на друга. И вот так подогнут, без всякого раствора. Вот, держится. Красота. Кто-то территорию, наверное, он большой участок. Территорию кто-то застолбил себе. Здесь же курорт. Курорты кругом будут развиваться, развиваются и будут развиваться. Вот. Что-то, может быть, построят. Конечно, надо. Вот мы сейчас шли, никто нам не встретился ни с водичкой, ни с мороженком. Идем с Мариной. Ну, сейчас бы мороженка холодненькая. Там палатки, люди отдыхают. Ну, целый туристический уголочек. Такой дикий отдых. Ну, это цивильно, это с другой стороны Угамского ущелья, где вот, где ходит паровозик. Там, да, там отели, там народ, там всякие кафешки. А здесь такого нет. Вот иду. А здесь морозненькие, смотрите, какие отборные. Хорошие, зеленые. У меня такие они пожухленькие. Ну, поливаю, конечно. Вот они. Красота, весна была. Весной-то здесь красиво. В лесу-то их много, а здесь прямо по тропинке растут. На тропинке. Вот. Как-то они здесь очутились. Семечка кто-то их, кто-то занес сюда. Семечки морозненькие. Ну, все, мы пришли практически. Вот еще до машины. Нам осталось немножко дойти, и все. Ой, смотрите, какой построенный. Шамбала. Твое место силы. Че себе. Вон там тоже отели, наверное, такие. Тоже вот отельки сдаются. Даже сдаются домики, написано. Кто хочет. Это вот мы уже в Мизмайе. Сам Мизмай такой поселочек на горе. Дороги здесь такие. Гравийка. Когда зимой, как-то мы сюда хотели поехать, не смогли. А это бренчат коровки. Вот с колокольчики. Коровки. Ну, пойдем в гору сейчас. Пойдем до машины. Мизмай весь стоит таких, улицы такие. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вот такая вот щебенка. Живут люди спокойно себе. Ну, и вот туристами. Как занимаются. Чем здесь больше? Сдают, наверное, туристам. Чем больше здесь заниматься? Тишина. Вот заросли ежевики. Ну, здесь дикая ежевика. У нас-то культурно. А здесь вот смотрите, какие шипы. Во. Ой, какая колючая. Да еще. Ой, еще и. Еще у нее колючки. Вот, смотрите. В листиках. Если уже в заросли попадешься, то уже не выберешься. Такие ягодки маленькие еще. Вот на сухих ветках видно, какая она колючая. Шипы такие. Как у розы. Даже побольше. Не, посильнее, чем у розы. Почаще шипы расположены. Ну, все, наши машины виднеются на горизонте. Наконец-то мы с Маришкой дошли. Дети за нами. Да, если ехать, то только в выходной. Ой, в рабочий день. А, в Гуамском, да? Там очень много. Где паровозики? Там много, да. Ну, вот, все. Мы уже назад едем. Вот это вот Мизмай. Ой, вот дороги. Видите, какие? Посмотрите. Вот. Сейчас вот вниз, вверх. Вниз, вверх. Да очень даже круто. Ой. И вот прям целый дворец построен. Ну, наверное, как гостиница, наверное. Вот. Даже вот. Если есть, что? Это лесная. Здесь есть. Когда... Ой. Когда дождь, наверное, только на вездеходе можно, да, проехать. Полевая? Да. О, трясется. Вам сейчас... Наверное, типа капельного полива. Бочки синие стояли. Ну, а синие, потому что синие, потому что нет краски. Да. Ой, природа, конечно, здесь очень красивая. Ой. Дорога, дороги. Ой-ой-ой. Ну, в доме крышу потерял. Ой, другу. Другу потерял. Наверное, не живут уже там. Кто живет, кто не живет. Вот сдают гостевой дом. Может, через так вот. Ну, все, мы выбрались на хорошую дорогу. Теперь уже в обратный путь. Проехали Майкоп. Посмотрите, какой дождь. Долгожданный. Ну, не знаю, в Геогинской будет, не будет. Вот, 34 километра до Геогинской осталось нам. Вот это да. Там сильный сейк.